А пока продолжаем. Дмитрий Азаров встретился с руководством Губдумы и представителями фракции. Обсуждали вопросы социально-экономического развития среди основных мер поддержки ветеранов, работающих пенсионеров, льготный проезд в общественном транспорте. Глава региона предложил создать специальный совещательный орган для обсуждения этой темы, и в его состав войдут представители всех думских фракций, общественности, правительства области. По мнению Азарова, рабочей группе необходимо проанализировать текущую ситуацию и обсудить бюджетные возможности региона. На совещании было принято решение, что областной парламент представит свои предложения по составу рабочей группы. В Рио губернатор отметил, что эти вопросы очень волнуют людей, поэтому нужно глубже вникнуть в тему и сделать ее серьезный анализ для выработки совместного решения. Председатель губернской думы Виктор Сазонов заверил главу региона, что депутаты готовы активно работать над совершенствованием системы соцподдержки в регионе. Не случайно глава региона в первый день своей работы поднял именно этот вопрос. Поэтому здесь говорить о каких-то сроках просто не приходится. Мы должны оперативно отработать этот вопрос и внести соответствующие предложения на рассмотрение. Представители фракции КПРФ заявили, к диалогу готовы и даже объявили мораторий на проведение протестных акций. Об этом коммунисты рассказали журналистам на прошедшей сегодня пресс-конференции и подчеркнули, сейчас главная задача найти компромиссное решение. Мы сейчас приостанавливаем акции протеста в расчете на то, что пенсионеры ждут быстрых решений. Решение, которое было вчера по итогам нашей встречи принято о создании рабочей группы, оно, на мой взгляд, вполне конструктивное и взвешенное. Мы будем решать в этой рабочей группе, как можно изменить законодательство в пользу улучшения ветеранов нашей Самарской области. Ведь те митинги, которые прошли большой волной по всей Самарской области в первое полугодие, были связаны именно с изменением законодательства в социальной сфере в первом квартале этого года. И поэтому вчера после пленарного совещания мы встретились в реву губернатора Самарской области и решили, что надо не на словах, а на делах уже выполнять просьбу жителей Самарской области. Эта просьба была новым губернатором услышана.